всем здравствуйте у нас сегодня очередное психологическое видео психологической помощи на 10 минут будем вкратце мне поступают вопросы я в принципе вижу такую потребность меня спрашивают о том что делать вообще как себя вести как переживать стресс что складывается сейчас что с этим делать если твои родственники в беде ты постоянно в тревожности в стрессе тебе страшно ты там плачешь и так далее и что делать если ты не можешь никак помочь ты чувствуешь вот это бессилие и знаете ощущение синдром выжившего да когда ты стесняешься либо не хочешь либо боишься радоваться жизни улыбаться делать свою повседневную работу жизнь наслаждаться жизнью боишься да ты чувствуешь вину за это не то чтобы что чувство вины вызывает в итоге ну и страха вина это эмоции чувства переплетенные в этом состоянии что с этим делать чтобы снимать тревожность мы оставляем свою повседневную рутину то есть мы ходим на работу ходим на учебу мы едим ту же еду или блюдо который мы обычно кушаем да мы также укладываем детей спать или также общаемся с нашими родителями родственниками если у нас с ними трудные отношения сейчас они не со мной там не знают они разделяют так далее то меньше общаемся но не отвергаем до совсем не ставим их в штыки мы можем например сказать что очень правильно и по-взрослому сказать у нас тобой разногласия это может быть друг родственник там даже мама папа близки какие-то дедушки бабушки так далее а у нас там разные точки зрения сейчас и давай каждый останется при своей и когда я почувствую что я хочу снова общаться до что мы не будем конфликтовать с тобой то я тебе об этом сообщу или я выйду на связь я тебя позвоню и так далее я об этом же ранее видео говорила то есть мы не прощаемся закрываем дверь оставляем ее приоткрытой и действительно когда вы будете себя чувствовать лучше более стабильно вы возвращаетесь к общению с этим человеком с которым например на данный момент у вас какие-то недопонимания происходят какие-то проблемы до общения и на данный момент общение с ним вас тяготит что делать тем кто остался скажем так с этим комплексом выжившего кто вылез из боевых каких-то действий или кто находится в ситуации когда ему закрыли рот связали руки и на его глазах происходит нечто ужасное и когда ты не можешь ничего сделать чувствуешь свою беспомощность в первую очередь это касается тех кто родственники пострадавших людей такой ситуации вы вправе и в силах помогать но не обязательно адресная помощь только вашим родственникам конечно тоже надо помогать попытаться помочь ему в ситуации в той которой они оказались помогайте людям которые тоже к этому как-то прикасаются вот если мы берем сейчас ситуацию каких-либо боевых действий то это волонтерская работа помогайте физически я не знаю там встречайте людей которые приезжают в ваш город если таковы и есть собирайте гуманитарную помощь там всегда помощь нужна это какая-то сортировка гуманитарная помощь там я не знаю сборы и тому подобное если вы в себе чувствуете вот эту потребность что вы хотите помочь а не знаете чем ваша задача помогать физически вы можете помогать информационно если у вас есть там instagram страничка фейсбуке там ютюбе или где-то еще аккаунт какой-то информируйте людей помогайте им например искать там жилье с переездом с какой-то информацией и так далее вот в эти моменты когда вы к этому прикасаетесь участвуете то в эти моменты вы чувствуете свою реализацию и вот этот синдром неприятное чувство вина за то что у меня нет проблем я условно выжил и мне за это стыдно это отходит это дает вам сил переживать идти дальше и не впадать совсем назовем так в депрессию хотя вот эти депрессивные состояния попали проблем шока вот эти очень трудно это не впасть и вообще точнее даже скажу трудно остаться в разуме поэтому сейчас можете видеть даже в комментариях под соцсетям и везде что направлена активная агрессия со всех сторон кто-то защищается кто-то обвиняет но идея то у всех одна это разные стороны но люди в одной и той же ситуации они страдают и активно ненавидят и ищет пытаются на самом деле найти причины выхода причины и повод выпустить свои эмоции мы скажем так носи виноватого как-то облегчить свои переживания и так далее так вот помогая физически информационно участвую в этом помогая каким-то людям пожалуйста если вы находите такой ситуации что вы не можете сейчас помочь этим людям например у вас уголовная ответственность за это возможно помогите ближнему своему кто рядом в зоне доступа кому тоже нужна помощь то даже не касается этой ситуации например вы можете помочь приюту с бездомными животными там всегда нужны волонтеры не только из вас нет денег там на корм или еще на что-то какую-то помощь там всегда рады людям которые могут прийти погулять с собаками поиграть с ними полоскать там кошек и так далее вот этого внимания человек чтобы они оставались понимаете приученные к людям наша же задача оставаться людьми в любой ситуации и не позволять ненависти поглотить нас пока мы ненавидим мы изнутри себя уничтожаем и не развиваемся не улучшаем себя никак не прогрессируем пока в нас живет ненависть условно вы в негативе в ненависти топчетесь на месте прогресса плюс а результата вашей жизни это никакого не дает и вот например вы в такой ситуации что вы не можете адресно помочь кому-то кто сейчас очень далеко за тысячи километров от вас помогите своему ближнему вас например соседстве есть какая-нибудь бабушка дедушка какой-нибудь больной человек которому нужен уход нужна помощь вот это назову назовем тоже благотворительность что такое благотворить благо нести добро не ненавидите искать виноватых а бескорыстно просто так помогать людям когда мы помогаем ближнему к тому кто нуждается в какой-либо помощи даже это какая-то ерунда будет это не какие-то глобальные моменты кто-то болен умирает или что-то там вообще такое капитально кого-то бросили оставили это мелочи в быту по дороге на работу в транспорте или еще где-то и тому подобное кто-то уронил кошелек подождите а кликнуть вы уронили кошелек вы потеряли там или ваши документы или еще что то вот даже до такого да с вот этими моментами когда я делаю хорошо благо и помогаю во первых никогда не ждите благодарности физической что он скажет спасибо поцелуют руки покланяться в пояс и так далее это не бескорыстно окей это уже про корысть про выгоду какую-то свою из этого но у вас будет всегда моментально назовем так выгода внутри себя это рождается чувство когда ты помогаешь я вам горел свое много волонтере чем-то там занимаясь почему я это делают по себе да даже вам анализ нам потому что ты в этот момент чувствуешь что ты во первых не чувствуешь скажем так горести того что ты что-то отдаешь если ты чем-то делишься или тратишь свое время на кого-то на что-то делишь со своим временем тебе приятно автоматически вырабатывается это чувство удовлетворения собой я хорошая я понимаю самом деле себе самооценку делать просто для себя хотя бы до не от других людей ждите похвалы за хорошие дела а сами себя внутри похвалить вы это в первую очередь делайте для себя вас никто не заставляет не умоляет и не просят о помощи помогайте своим ближним и это очень классный механизм когда люди находятся за этот заложниками ситуации когда они не могут адресно помогать тем кому хотят а вокруг очень много злости и агрессии помогайте скажем так добром хорошими поступками топите сердца злых людей ожесточенных которые заблуждаются которые ну скажем так может быть это в стокгольмском синдроме пребывают и так далее только любовью любовь добро светлое хорошее участие помощь это топит лед холод контакты пожалуйста устанавливайте эти горизонтальные межсоциальные контакты не вертикаль а горизонталь знаете своих соседей знаете кто рядом живет знаете кому на работе например нужна помощь не проходите мимо тому кто просит помощи условно мы привыкли к тому что по прошайку то есть у него он стоит протянуты допустим рукой есть профессиональные конечно и у всех очень многих мы это если много видим и нам уже ощущение внутри блок какой-то он просит деньги а на самом деле там я таких блин ребята сама такие ситуации видела здесь там были очень много попрошек в моем районе они условно собирали деньги а потом вижу как они садятся в хорошую машину типа volkswagen passat и уезжают в это вообще как так вот скажем так если вы видите человек которому нужна помощь например бабушку какую-то который сидит продает там огурчики там я не знаю свою одежду какую-то последнюю из дома что у нее стилят детей и осталось самом деле пытается выжить помогите и дайте там не знаю к три копейки каких-то спросите даже нет денег бабушки чем помочь тебе до дома что-то донести тебе дома какая-то помощь нужна может она там дома у нее что-то произошло не может сама это не знаю мне денег условно вызвать сантехнику не сломался кран бабушка там страдает и не знаю условно будет волосы не может в ванну принять а мой волос это в раковине на кухне это чисто из головы дальше что у меня пришло вы спросите как тебе бабушку помочь или дедушка или ребенок или взрыв да хоть кто угодно неважно его возраст и пол или социального положения тому кто просит просто таким поведением когда вы сеете добро вы топите сердца налаживаете горизонтальные связи и этот человек который в плохой тяжелой жизненной ситуации который скорее всего злой потому что ему обидно плохо он страдает вы своим добрым вниманием жестом и поступком растопите его сердцем вы за что не все вокруг плохие а возможно как он сейчас думает так что участвуйте пожалуйста помогаете это очень сильно вам помогать другим людям поддерживаете или физически как-то помогайте волонтерствуйте и так далее вам это очень сильно много лично для себя принесет поможет снять вам тревожность вам будет для себя самого в груди легче вы будете чувствовать что вы не зря условно живете в данный момент ситуации стресса вы хотите помочь а не можете у вас перерезаны скажем так канала для этой помощи помогайте тогда ближним своим кто вокруг вас ближайшим окружении то очень нужно потому что чем больше нас добрых и отзывчивых тем дольше живет наша надежда на светлое будущее спасибо вам всем за внимание если вам нужна моя консультация как психолога в инфобоксе под видео всегда моя почта тема письма консультация если хотите историю на канал прислать для разбора пожалуйста и тема письма история от анонима спасибо всем за внимание пишите комментарии пожалуйста ставьте лайки распространяйте мои видео и нас все не очень многим помогут спасибо всем